Канобу.ру представляет В качестве аргумента спорщик привел цитату нашего министра культуры Владимира Мединского. «Особенно, на мой взгляд, отвратительно, это все компьютерные игры». Прозвучала эта фраза в контексте «Ну, если уж даже министр культуры признал, что от видеоигр волосы на ладонях растут, все, что остается людям прогрессивным, это шлепнуть на геймеров клеймо осуждения, чтобы, как у проституток, играет, значит, мардинал». Ох, дорогой мой спорщик и еще более дорогой господин Мединский, да что с вами не так? Особенно, на мой взгляд, отвратительно это оплачивать из собственного кармана зарплаты близоруких чиновников. Особенно отвратительно это запускать на деньги Минкульта пандемию безвкусицы, aka «Кавказская пленница 2», которая, очевидно, несет куда большую культурную ценность, чем видеоигры. Особенно отвратительно выстраивать искусственные границы и барьеры, чтобы жители твоей страны сидели по домам. Особенно отвратительно слышать «иди, поиграй во дворе» и понимать, что во дворе как раз делать нечего. Двор встретит тебя пустырем и надписями «Соли, Миксы и Спайс». Вот что отвратительно. А видеоигры... Видеоигры — это прекрасно. И речь даже не про уход от реальности. С этим справился бы и дешевый портвейн. Роль и задача видеоигр как современного медиа значительно выше и важнее. Это уже не просто развлечение, это новый прогрессивный инструмент познания, воспитывающий чувство вкуса, развивающий культуру. Видеоигр стирают границы из атласов дрофа. И политики вроде Мединского тут чаще всего бессильны. Потому что в 2015 вы можете посмотреть на мир не вставая с дивана. Нет денег на уехать жить в Лондон? Пожалуйста. Assassin's Creed CDK. Поглядите на Биг Бен и колонну Адмирала Нейсона. Погуляйте по Грин Парку, напевая строчки Оксимирона. Насладитесь осенним дождем на мостовых. Всегда мечтали окунуться в воду на альпирсе Санта-Моника в Калифорнии? Окей. GTA 5 предложит вам Голливуд со всеми прилегающими потрохами. И Санта-Моника, уж поверьте, на экране почти такая же красивая, как и в жизни. Видеоигры вам не только мячик скинут, но и в Чернобыльскую зону отчуждения отпустят. Когда мои знакомые американцы рассказали, что их очень напугали заброшенные квартиры в Препети, я сначала подумал, что они занялись экстремальным туризмом. Оказалось, просто летом прошли Сталкера. И эти разработчики не ограничиваются реальными локациями. Вас доставят куда угодно. Хоть в Колумбию, парящую на США, хоть в затаившуюся под водой Рапчур, а то и на орбиту далекой-далекой планеты. Зато прямой авиарейс из Москвы в Нью-Йорк обойдется вам в 40 тысяч рублей. Ну а похорить звезды дадут аж за 30 миллионов долларов. И это без джентльменского набора из Дэймона, МакКонахи и Буллок. В космосе никто не услышит твой крик, насколько это, чёрт, подери, дорого. А видеоигры предлагают миру ваших ног гораздо дешевле. При том, что я мало где был, я много чего повидал. Путешествовал, несмотря на кризис. Проблема с паспортом, визами и условиями въезда. При том, что мой крикливый оппонент по спору, вот ирония, уже год как никуда не летал. Дорого. Наши чиновники пока этого не осознали. Ну а игры уже победили. Победили как медиапросветитель, как размыватель культурных границ. Впереди виртуальная реальность, благодаря которой даже инвалид сможет гулять по Лувру, любуясь величайшими шедеврами мировой культуры. И пока политики ругают, а СМИ делают из прогрессора а агрессора, игры продвигают мировую культуру в массы, вне зависимости от вашей геолокации, национальности и вероисповедания. Черт, да многим игр дали едва ли не больше, чем школьный курс истории. Я уверен, Дэнни Дидро был бы счастлив. Ну а с вами был Мистер Хайп. Любите игры, и они полюбят вас в ответ. Счастья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»